Всем снова здравствуйте, дорогие мои друзья! Снова я с вами, меня зовут Анна, я агент по недвижимости в Валенсии, агентство называется Испания Инвест. Дорогие мои, буду вам записывать ряд роликов и буду вам давать уроки. Уроки работы с идеалистой, уроки, скажем так, вашей ориентации, в каком бы городе вы не хотели купить недвижимость, чтобы вы смогли сориентироваться, потому что не все вы хотите в Валенсии покупать, да? Ну и, соответственно, я вас сейчас научу, как работать с идеалистой, чтобы вам было проще. У меня вот тут все для вас готово, смотрите, компьютер, да, мое рабочее место, и вот там вот на большой экран выведена у меня идеалиста, я вам буду все показывать и рассказывать, ну а вы, соответственно, будете учиться, да? Я надеюсь искренне, что вам поможет мои уроки, частные уроки. Ну что, друзья мои, значит, часто вы покупаете недвижимость в разных городах Испании, да? Я вам на примере Валенсии покажу, как ориентироваться в идеалисте. Я вам не раз рассказывала, что идеалистам мне больше просто нравится, просто по тому, какие здесь параметры, мне легче выбирать, да? Что мы с вами делаем? Мы с вами идем на сайт идеалиста.ком, и я вам буду все показывать на испанском языке, потому что мне проще ориентироваться, и тем более на английском, на русском там такой перевод дурацкий, что вообще ничего не понятно. Смотрите, я просто набрала идеалиста и набрала, вот давайте прямо вот так вот раз, идеалиста, да, и набираю Валенсия. Так, сейчас Валенсия. Вот, видите, вышла у меня Валенсия. Так, и вот он мне ее выдает. Смотрите, что мы здесь с вами видим. Вот представим, что вы хотите купить в Валенсии, агентство вам не нужно, вы все сами умеете. Ну, по крайней мере, будете уметь. Смотрите, нам тут пишет, да, что 7000 вариантов. Да, ради бога, пусть будет 7000 вариантов. Нажимаем. И у нас с вами появляется список вариантов. Значит, друзья мои, как мы с вами сегодня будем работать? Будет несколько роликов на тему работы с идеалистой, И сегодня давайте я вам расскажу о том, как вообще сориентироваться в городе. Где плохой район, где хороший район, куда стоит идти, куда и не стоит идти. Как определить, например, где живут там разнонациональное население, там цыгане, да, скажем так. Ну, не хочется никому клише ставить, но оно само стоит по себе. Вот, то есть, как вам сориентироваться? На примере Валенсии вы сможете сориентироваться в других местах, в других городах. Хорошо? Значит, давайте на экран с вами смотрим. Значит, смотрите, что мы с вами будем делать. Открываем с вами карту. Я вот набрала уже Валенсия, да. Что мы делаем? Как нам понять, где какой район? Очень просто. Смотрите, у нас с вами первое, Вивьендос. Это означает жилые помещения, квартиры, да. Например, то есть, если мы с вами откроем, у нас тут будут офисы, нулевые этажи, гаражи, там, земля. Да, но это нам не нужно. Нам нужна с вами квартира, да. И дальше у нас с вами цена минимальная, максимальная. Выбираем максимальную цену, минимальную. Внимание, вы поняли, что я сказала? То есть, мы с вами ставим минимум. До 60 тысяч мы хотим купить с вами объект. Но мы не хотим его купить, мы просто посмотрим, что будет происходить. И смотрите, что мы делаем сейчас. Мы с вами уходим в Листадо и Мапа. Видите? Листадо, это список, это где мы с вами сейчас находимся. Мы с вами нажимаем Мапа. Так. И вот смотрите, что мы с вами видим, да, здесь. Так, смотрите, вот я вам вывела карту на экран. И сейчас я туда подойду к экрану. И буду вам все рассказывать. Да, с указочкой все как положено, да. Помните, я уже такие ролики снимала. Значит, смотрите, просто здесь лучше видно, да, и попробую вам здесь все показать. Что мы видим? Вот мы с вами выбрали объекты до 60 тысяч, да. И у нас сразу с вами образовались островочки на карте, да, где будут дешевые объекты. Естественно, это будет о чем-то говорить. Я вам, собственно, о них рассказывала, когда рассказывала про районы. Да, еще раз давайте с вами посмотрим. Первое, что у нас появляется, самое большое скопление кружочков зелененьких, да, это у нас Тресфоркес. Тресфоркес и его кусочек, по которому мы ходили, помните, где нас еще отметелили практически с оператором, где мы убегали, это вот как раз мы вот здесь вот ходили, да. Вот, то есть Тресфоркес это первый район, о котором я вам рассказывала, о котором я говорила, ну, я там не хожу, да, просто так. Второй, смотрите, по кружочкам у нас идет вот этот. Это район Расканья или район Ариольс. Причем, обратите внимание, я вам сейчас его попробую увеличить, да, чтобы вы могли посмотреть. Вот смотрите, Ариольс на самом деле, вот я вам увеличила, вот видите, у нас цены с вами появились. Вот у нас Тарифьель, да, и вот у нас Ариольс, он большой, то есть вот только вдоль проспекта Конституции, Авенида Конституцион, вот она идет вот так до конца, то есть только вот в этом кусочке у нас дешевые объекты. Друзья мои, вот эта часть тоже Ариольс, но здесь по 300 тысяч квартиры, да, чтобы вы понимали, когда вы слышите слово Ариольс, это не всегда плохо, да. Но в данном случае, вот мы с вами смотрим, да, и вот у нас вот такие вот вариантики вылезают, то есть это только, практически Тарифьель не трогает и только здесь, да, то есть только определенный пятачок. Дальше я вам рассказывала, Бениколаб, в нем конкретно Сиудат Файера, я вам говорила, посмотрите, 35 тысяч, 35, 54, 604, это сразу банк, такая цифра может быть только у банка, ну и это тоже банк будет, поверьте. Здесь у нас оккупанты, здесь у нас, ну, всякое население, да, и здесь много русскоговорящих. Почему? Потому что дешево, и у всех есть деньги, да, куда-то лезть. На самом деле я к Сиудат Файера отношусь неоднозначно, то есть там действительно хорошо, просто нужно посмотреть улицу и посмотреть конкретный дом. Так, да, это мы с вами посмотрели. Дальше, что у нас там еще, сейчас я карту вам уменьшу, да, будем как-то мы, буду я как-то бегать туда-сюда, смотрите, вот Тресфоркес мы с вами, я вам объяснила, Ариольс объяснила, Бинникалаб, именно Сиудат Файера пояснила, и смотрите, куда мы с вами идем, что у нас здесь появляется Мальвороса и Кабаняль. Дорогие мои, значит, что касается Мальвороса и Кабаняль, ну, сейчас, когда вы будете смотреть видео, возможно, я еще не показала вам ни Кабаняль, ни Мальворосу, потому что у меня не доходит сейчас, ноги туда, да, мне некогда. Но посмотрите, обратите внимание, вот это вот все, смотрите, цены 27 500, 28 500, да. Так, друзья мои, почему здесь такие цены? Я вам покажу обязательно, если у меня оператор не сильно испугается, да. Так называемые финкосросос или касосросос, розовые домики, там прям, там прям жесть, друзья мои, там действительно страшно ходить. И именно вот здесь это все, что есть на Мальворосе плохого, да, то есть, чтобы вы понимали, вот она Мальвороса и сюда идет, понимаете. Она у нас идет, вот проспект, проспект апельсиновых деревьев, Авенида де Наранхус, да, вот это все Мальвороса, вот это все Кабаняль. То есть, в Кабаняле несколько домиков, я вам сейчас покажу. И вот здесь у нас только финкосросос, то есть, только здесь, где прям цыганье прям отборное, друзья мои, ну, там просто капец. Только здесь у нас будут вот эти домики, все остальное, приближаясь ближе сюда, да, вверх. Здесь очень все прилично, друзья мои. И посмотрите еще Кабаняль, да, вот я вам сейчас увеличиваю Кабаняль, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Значит, вот у нас Кабаняль, и вот у нас, смотрите, тут, да, часто говорят, что вот Кабаняль, он дешевый, там цыгань. Посмотрите, здесь нет до 60 тысяч вообще цен нигде, кроме вот этих вот районов. А что это у нас такое? А я вам скажу, что это такое, смотрите. Смотрите, это блоки, блоки де постуари, портуариус. Вы запомните вот это обязательно, да, что мы здесь имеем. Смотрите, я вам вот прямо сейчас показываю, да, вот такие домики, вот такие. Это для социальных нужд построенные когда-то здания очень странной формы. То есть это как буква Ш, знаете, будет у вас, только там, или как расческа, да, вот так вот это будет выглядеть. Продают всегда банки практически, то есть там разное национальное население, там вообще очень весело, друзья мои. Ну и там, конечно, не надо обитать. Зато места вокруг парковки, вообще там вокруг домов нет, то есть там только парковка вокруг. То есть это нужно понимать, запомнили, кае, блоки де, портуариус, хорошо? Вот, то есть вот это все, то есть 38, это все будет в этих домиках, все, больше ничего не будет. Все остальные, весь остальной кабаняль будет совсем по другим ценам. Так, уменьшаем карту. И у нас остался еще один кусочек, про который я вам не рассказала. Это Назарет. Назарет, то же самое. Я к нему плохо отношусь, кто вам ничто не рассказывал. Это заброшенное, на мой взгляд, место. Естественно, вот эта зона, она будет очень дорогая, и там новострой. Но все, что вы видите до 60 тысяч, это однозначно все будут бедные райончики, бедные дома. Вы это увидите, когда я вам сниму про Назарет на практике, Назарет на практике. Вы все это увидите и все поймете, хорошо? И дальше, смотрите, у нас с вами так, вот вы мне скажете, Аня, а вот еще вот тут вот, вот тут вот, например, да, вот тут вот, Марчаленес, как тут, Русафа, как может быть в Русафе. Давайте посмотрим, как в Русафе у нас может быть квартира за 40 тысяч или за сколько там. Смотрите, 38, открываем, да, и 49, открываем. Давайте смотреть, значит, смотрите, 38, Ая, это банк, не знаю, есть у вас это видео еще или нет, но, скорее всего, вы уже увидите. Я вам рассказываю про банковские дела, скажем так, да. Вот смотрите, мне продают квартиры на Энкорц, Энкорц это очень хороший район, я его очень люблю, этот район. Но вы мне, простите, что продаете? Вот это фото, это что? Это вот это вы мне продаете за 38 тысяч? То есть тут что, тут обрушилась половина здания или что вообще? Я не понимаю просто, что это такое, да. То есть вот это мне продают за 38, ну, мне не надо, например, да. То есть это такие немножко опасные вещи. Дальше, смотрите, вот здесь. Что мы здесь имеем, да. Здесь у нас какая-то улица, не знаю, какая-то Тукуман, да. Скорее всего, это тоже банк, но мы сейчас с вами посмотрим. Смотрите, написано, 64 метра одна спальня, третий без лифта. Ну, понятно, что за 49 он будет без лифта, тем более в Энкорц, да. Но до третьего, в принципе, это все нормально. Давайте разбираться, почему такая цена, потому что для Энкорца это ненормальная цена, однозначно. Так, так как мы не можем понять, в чем дело, почему такая цена, давайте посмотрим фотографии, да, например. Вот смотрим фотографии здания. Мы даже с вами, по-моему, ходили мимо этого здания или где-то рядом. Ну, то есть абсолютно нормальный дом, если вот этот мы берем. Он, скорее всего, будет не этот и не этот, он будет этот. Безбалконный дом, да, оцениваем. Дальше едем. Опять та же фото, тоже фото. То есть ничего у нас не меняется, вы видите? Мы не видим внутренности квартиры. Это странно. Но для банков такое бывает. Если мы не видим внутренности квартиры, наверное, в нее нельзя зайти. Почему? Может быть там оккупанты? Значит, нам нужно с вами обратиться к описанию квартиры, да. Описание. Значит, что мы видим? Севенде кон контрату де алькелер. Вот и у нас и вылезает первое. То есть здесь мы продаем, продается квартира с арендатором до 24 года, до августа. И платит он 175 евро. Нужно вам такое или нет решать вам, да. Третий этаж без лифта. Дальше смотрим. 64 метра примерно. И дальше смотрите. Се дисконосы, эстадо и дистрибуцион интерьор. Состояние квартиры и ее планировка неизвестны. Это о чем говорит? О том, что в квартиру нельзя зайти. Почему в нее нельзя зайти? Ну, там живет арендатор. В чем проблема показать? Ну, не важно, да. То есть вот вы уже видите, какие параметры есть, которые снижают. То есть, которые снижают цену. Скорее всего, там даже не одна спальня. Просто они не знают, сколько там спален, поэтому они поставили одна. И площадь, скорее всего, они посмотрели по кадастру. То есть, там может быть планировка тупейшая, что будет казаться, что там 40 метров. А может быть хорошая планировка, и будет казаться, что там 70 метров. Этого мы знать не можем. То есть, смотрите, друзья мои, вот вам интересный пример. Возможно, это удача, которую мы сейчас с вами вживую наблюдаем. Кто-то скажет, Аня, я подожду до 2024 года, чтобы мне вот такую квартиру купить за 49 тысяч, а то еще и сторговаться, так как банк. И я подожду за 175 евро, пусть он мне платит, мне все равно. То есть, это те самые моменты, когда я вам рассказывала про инвестирование, я говорила, что есть такой вид инвестирования на будущее. То есть, сейчас вы покупаете за 50 тысяч в крутом районе квартиру. Это крутой район. И в этом районе я даже допускаю пятый без лифта и четвертый без лифта. Либо там должна быть большой размер квартиры, либо маленькая цена. В данном случае 60, там 4 метра, 60. Это обычный стандартный размер квартиры в Испании, в Валенсии. Но при этом вы будете в Энкорц находиться, что рядом с Русафой, рядом с Центром. То есть, пожалуйста, кому интересно, вы можете связаться с данным объектом и попробовать его купить. Тут важный момент, знаете, какой? Лучше не делать это самостоятельно, лучше делать это через агента или через кого-то, чтобы он был в теме. То есть, тут однозначно будут там долги будут на квартире и так далее. И вот опять-таки, если мы с вами посмотрим, видно в описании NOCO BRAMOS COMMISSION. То есть, ну, сразу банк или инвестиционный фонд. Я не знаю, наверное, в Валенсии может быть 3 агентства, которые не берут с покупателей деньги. Все остальные берут в обязательном порядке. Вот, видите, вот мы с вами выяснили, почему у нас в Русафе вдруг появились 2 таких объекта. Ну и давайте Марчаленес. Тут тоже 2 объекта у нас вылезли. Марчаленес. Вот они. Раз и два. Так, давайте я их открою. Вот, смотрите, 60 тысяч и 59 тысяч. Давайте посмотрим, что это за объекты. Это будет 5 без лифта. Да, смотрите, вот 60 тысяч, 5 без лифта. 53 метра всего. Всего, да, что очень мало. И, ну, давайте посмотрим состояние квартиры. Смотрите, ну, очень даже неплохо, да, если не считать 5. Ну, окна надо менять, они вообще древнючие. Просто окна. Но в целом 2 балкона, да, все очень даже замечательно и неплохо, на мой взгляд. Как обычно у нас узкие комнатки, которые, вот видите, 2 комнатки. Это просто коридоры, я их называю, да, коридоры. Кухня, ну, она веселенькая, но она более чем. То есть, я говорю, у человека, у которого 60 тысяч, он вообще носом вертеть не имеет права. Он просто берет, что есть, и потом делает ремонт. То есть, опять-таки, если вам нужно для жизни, пожалуйста, для инвестиций, я с такими объектами не работаю. Смотрим второй вариант. Это какая-то другая улица, не Вио, но Эва де Кастейон, которая была до этого, а мы уже там с вами не раз были, и вы ее уже знаете. Да, здесь тоже пятый без лифта. И смотрите, сетка натянута, видите? На самом деле, пугаться не надо, это значит, что соседи, тут два варианта. Либо соседи скинулись и будут делать фасад, либо фасад рушится и делать его не будут. Поэтому просто натянули сетку, чтобы кому-нибудь по голове не съездило. Зато 72 метра, смотрите. И она, посмотрим ее состояние, но тут состояние и не стояние, да, как вы видите. Вот, то есть, тут совсем прям у нас, ну, прям капец-капец какой ремонт, да. И пятый, опять-таки, без лифта. Вот, пожалуйста, вам, я вам объяснила, почему такая цена. Но в целом, смотрите, вы примерно можете понять, да, где у нас соответствующая ситуация. Назарет, Тресфоркес, Ариольс кусочек, Бениколап, Сюдатфайера кусочек и Мальвороса с Кабанялим тут чуть-чуть, но там в конкретном месте. Вот, собственно, и все, да. То есть, примерно, вы, открывая карту любого, скажем так, города, да, Испании, там, Барселона или где угодно, да, вы примерно уже понимаете, ага, это цыганские районы, наверное, я там не хочу ничего покупать. И вы сами ориентируетесь, нужно вам или не нужно. Если вы все-таки говорите, Аня, ну, я с таким бюджетом не работаю, ну, вот вы, там, мне говорите сейчас, слышу прям, Аня, ну, у нас только 60, нам некуда деться. Что ты нам посоветуешь? Давайте я вам буду советовать. Смотрите, что я вам посоветую? Вы можете ткнуться в Сюдатфайеру, аккуратненько там походить, посмотреть, да, и что-нибудь, возможно, найти. Вы можете пойти в Ариольс, там нужно просто смотреть, то есть, есть, на самом деле, не такие страшные места, да. Сюда, красные, розовые домики, мы не лезем точно, и в Портуариус, да, блоки де Портуариус, которые я вам говорила, мы тоже не лезем. Назарет, ну, я нет, я не полезу. Тресфоркес, Тресфоркес, ну, я вам честно скажу, жить можно даже на Луне, я вам не раз говорила. Нужно смотреть, вот, вот эта вот зона Юм, и вот тут, прям, прям капец, да, и вот тут нужно смотреть. Мы с вами гуляли по Тресфоркес, посмотрите, сами оцените, нравится вам или не нравится. Вот, собственно, вот так. Ну что, друзья мои, я думаю, я вам примерно рассказала, как сориентироваться в районах, да, чтобы примерно вам понять, в каком бы вы, там, Аликанте, там, я не знаю, Костейон, Мадрид, Барселона, чтобы вы примерно могли понять, куда идти и как смотреть. То есть мы с вами выбрали из параметров только Viviendas, то есть жилые помещения, и до 60 тысяч. Например, наверное, если вы в Барселоне откроете до 60 тысяч, у вас будет ноль. Тогда берете следующий кусочек до 80 тысяч, ну, например, да. И так вы постепенно поднимаете на ту градацию, которую вам позволяет идеалиста, ну, и, соответственно, ищите объекты. Все, на этом я с вами прощаюсь. В следующих роликах дам вам другие уроки о том, как правильно искать, например, квартиру для себя. Прям на примерах, да, там, например, бюджет 100 тысяч или 150, как правильно инвесторам искать свои объекты и так далее. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте канал. Скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok